Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Chevrolet Lanos 2007 года выпуска. На этом автомобиле мы сегодня заменим глушитель, родной глушитель, ну получается уже не родной глушитель, меняли года три назад. Он просто внутри начал болтаться, болтаться, греметь, что-то там отгорело. Поэтому решили его не мучиться с ним ничего, заменить на новый. Новый поставим не оригинал, а поставим BOSSAL фирмы, номерок выложу, также заменим прокладочку на соединение и подвес глушителя поставим новый. Для этого мы сейчас поднимем автомобиль и будем снимать бочку глушителя. Так, ну что, получается у нас вот такая картина здесь. Берем, откручиваем. Откручиваем две гайки на 14, вот здесь на кронштейне. Одну или вторую. И уже скидываем три подвеса, у нас один сзади подвес и два спереди подвеса. И все, глушитель снят. Как здорово, что придумали такие ключи трещины. Так они удобные. Так они удобные. Ты говоришь, больные, да? А тут же они работают такими больными сразу, да, с тобой? Ну что, эту мы заднюю в последнюю очередь снимем. Сейчас снимаем переднюю. Для этого возьмем. ВД-шкой побрызгаем. А теперь можно легко стянуть. Стянуть. Харствую. Стянуть. Такyenta-то. Там,к interesting. Ну, я solution. Стянуть. Так, это понятно. Харюк. Здоров'ę. Тяну,баля. Кстати, всё. Ими кgeh physicist vu. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Старый глушитель... Просто погремушка... Это фирма AMD, подвес. Оригинальный номер 961-81-437. По AMD он идет AMD 70494. Прокладка оригинальная 961-81-581. Снимаем старые резинки и одеваем новые. Подел новые подвесы. На глушителе направляющие, которые в резинку встают, смазал. И здесь тоже смазал. Смазал ВДшкой. Она вымывается быстро, поэтому ничего страшного. Резину она не разъест. Пусть не говорят, что может резину убить. Берем глушитель, заводим заднюю часть. И цепляем сначала одну сторону. И таким же образом теперь вторую сторону. И подвешиваем нашу заднюю резинку. Все, подвесили резинку. Здесь у нас все висит. Ни за что не задевает. Сейчас мы еще стянем хомут. И уже проверим. Здесь вот на глушителе шпилек нет. Придется сейчас со старого глушителя выбить шпильки. Ну что, берем новую прокладочку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ И затягиваем вот эта шлицевая, у нас втянется во фланец и будет уже фиксировать его. Сейчас придержим для начала. все поровнее выставить а теперь берем затягивать все ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, все. Прокладочка у нас стянулась. Глушитель мы установили. Сзади вот так вот получилось. Труба даже по центру выреза по бамперу. У нас ровный, даже не надо ничего подводить. Здесь у нас зазор достаточно. Ни за что она задевать не будет. На подвесах сидит жестко. Сейчас опустим, заведем, послушаем, как работает. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Газани. Звук приятный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, бубубу нету, и звук приятный. Выхлоп другой. Он не шумный, но у него... Только средний где-нибудь тысячи две оборота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще нормальный. Ну, все. Глушитель мы заменили. Звучит. Очень понравилось как. Всего вам доброго. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА